Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спокойной ночи Что это было, мама? Клянусь, мне совсем не понравилась эта девушка Невоспитанная Светская Давай, давай Давай же, давай Я Семин Ты знаешь, что я делаю? Я установил программу на твой телефон Одним движением пальца этот файл будет удален отовсюду, куда ты его отправила Серьезно, как ты мог поверить в это? Ты можешь уничтожить всю систему одним телефоном И я, зная, что есть такой риск, не буду менять пароль на свой телефон Мне очень интересно, ты действительно в это веришь? Неужели от меня так легко избавиться? Ты такой милый Очень 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 милый Я перенервничала Гехан Гехан Что ты сделал? Гехан Что ты сделал? Что ты сделал? Гехан Убери руки У тебя Убери, сказал Убери руки Убери руки Убери ты Гехан Будь ты проклята Что это было? Очень сильно кровоточит Дай посмотрю Гехан Что происходит? Гехан Гехан Дай посмотрю руку Позволь Убери Убери ты Гехан Что с тобой случилось, сынок? Ничего, отец Ужасный несчастный случай Несомненно Что за несчастный случай? Что случилось? Скажи Отец, ничего серьезного Как это ничего не случилось? Нужно положить швы на руку Нужно немедленно ехать в больницу Не трогай, не прикасайся ко мне Не прикасайся ко мне Гехан Идем со мной Идем Смойте кровь, Гехан Бея Нармин Тебе тоже стоит Привести себя в порядок Твоя блузка Испачкана кровью Твоего мужа Разумеется Если у тебя получится Смойте кровь, Гехан Бея Уграя КОНЕЦ Я даже у твоего отца просила помощи, но его дружба с моим отцом перевесила. Вот я и прозябаю в трущобах. Ты как плохая шутка, Селин. Этот дом, этот парень, этот квартал. Я не могу поверить, что твоя любовь к этому мальчику довела тебя до такого состояния. Правда, я и в брак твоего отца не верю, но я была далеко. Но так как вы постоянно были в новостях «Желтой прессы», я в курсе всего. Ниль, я осталась совершенно одна. Все отвернулись от меня. Ты только посмотри на меня, я перестала быть собой. Я, чтобы оплатить долг Есина, просила денег даже у знакомых в школе. Но, конечно же, никто не дал. Я приведу тебя в чувства, подруга. Сколько ты сказала? Пятьсот тысяч? Ты серьезно? Конечно же, серьезно. Давай я тоже поговорю с адвокатами. Или давай я поговорю с отцом. Пусть он оплатит штраф, мы задолжаем ему. Отличная идея. Интересно, почему мне это на ум не пришло? А, может, потому что, когда отец хотел нам помочь, я сказал, «Нет, отец, мы научимся летать на собственных крыльях». Да? Было так? Но я пытаюсь помочь. Хорошо? Забудь, братца. Ничего не поделаешь. Позвони Ниле и скажи, что завтра мы садимся за стол переговоров. Я буду благодарна тебе до конца жизни. Ты даже не представляешь, какую услугу оказала мне. Сделай себе одолжение и вернись туда, где тебе место. И избавься от того, что у тебя в животе. Какой еще ребенок? Ты с ума сошла? С ума сошла? Ниль, на самом деле, я... Синан? Ниль, звонит Синан. Здравствуйте, Синан. Я занята. Говори, если ты не займет, то говори. Я и не собирался тянуть. Мы готовы завтра сесть за стол переговоров с тобой. Отлично. Я так и думала. Тогда увидимся завтра. Полагаю, тебе тоже есть, что мне рассказать. Все расскажу. Коротко и ясно. Я выздоровела. Но я пришла сюда не для того, чтобы играть в игры. Без ловушек, без игр. Я пришла вернуть Синана. Брат, я пытался сделать что-то хорошее для всех нас. Впрочем, если я не закопал тебя в это странное место, которое ты называешь компанией, только потому что знаю, что ты пытался сделать что-то хорошее. Ладно. Пожалуйста. О проблеме Ниль завтра, ладно? Больше не о чем говорить. Впрочем, у нас других проблем, кроме Ниля, не осталось, благодаря мне. На самом деле у меня есть. Керемехану. Опять? Опять. И на этот раз все по-другому. Что-то не так между ней и отцом. С отцом? Какое отношение эта женщина имеет к отцу? Ну, вот это я и пытаюсь выяснить. Нам нужно, нужно многое выяснить об этой женщине. Мы это сделаем. Да, обязательно сделаем. Выясним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец, ты в порядке? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле это мне нужно задать этот вопрос. Верно, сынок? Ну, нет, просто ты так задумался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сынок, ты хочешь мне что-нибудь рассказать, Есимин? Есть что-то, что ты хочешь, чтобы я знал? Давай. Сегодня вечером я увидел, что ты не можешь даже терпеть того, что она держит тебя за руку. Возможно, поэтому ты и повредил руку. Какая бы у тебя ни была проблема с Есимином, ты можешь мне сказать. Да ничего важного, отец. Ну, то есть проблемы между мужем и женой. Даже и говорить об этом не стоит. Давай, вставай, пойдем уже. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я имею в виду жить в этом доме и не замечать эту огромную картину? Поздравляю. А что не так с этой картиной? Вас нет. Нет хозяйки этого дома. Я только сейчас заметила. Куда делась картина? Эта скромность меня убьет. Какая жалость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ты совсем свихнулась, Фазилет Ханум. А я тебя не пожалею. Вот так тебя раздавлю и смешаю. Как ты могла прикоснуться к этой картине? Убирайся к черту из этого дома. Убирайся! Я уничтожу тебя. Ты будешь, как выжатый лимон. У меня руки и ноги трясутся. Вы это, поговорите снаружи? А теперь здесь есть работа. Не путайтесь под ногами. Раздавлю. Вот так тебя раздавлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именем Аллаха. Вот так я тебя переверну с ног на голову, Есимин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Богом. Эрдал, ты знаешь, чего мы от тебя хотим? Ягазбей, я однажды уже расследовал Киримиелдес для вас. Почему я об этом ничего не знаю, Эрдал? Хорошо, расследуй еще раз. Наверняка есть что-то, что ты упустил. Вот это что-то я и хочу, понятно? Принеси мне информацию. Вот о чем я говорю. Пожалуйста. Нам. Все, что ты принесешь, ты принесешь нам, Эрдал. Хорошо, господин, сделаю. Не знаю, смогу ли я что-нибудь найти, но сделаю все, что в моих силах. Не беспокойтесь. Хорошо, но не затягивай. Завтра созвонимся. Хорошо, господин. С вашего позволения. Сина, бей. Брат, ты и так знал о существовании этой женщины и знал, что что-то с ней не так. Что происходит, брат? Несколько месяцев назад ты уже расследовал эту женщину. Почему ты скрыл это от меня? У тебя тогда были другие проблемы. Ладно. Мы же знаем, что Хазан что-то скрывает, не так ли? Мы прекрасно это знаем. Именно поэтому она однозначно не узнает о том, что мы расследуем ее сестру Кирими. Так, ну, все, жди меня в вестибюле. Ни в коем случае. Даже не пробуй, она в жизни не придет. Ты попытайся, если хочешь. Добрый день. Приятного аппетита. Спасибо. Послушай, если тебя отправил Синан, то совсем... Не отправлял. Он настолько потерял надежду, что даже не хотел, чтобы я приходил. Хорошо. Значит, он начал извлекать уроки. Ну, как видишь, я пришел. То есть ты говоришь, я тебя не знаю, поэтому питаю надежду. Так, что ли? Я очень даже хорошо тебя знаю. Я знаю, что через час ты будешь за этим столом. Давай. Хороших вам сделок. Удачи. Увидимся. Да, Хазан, которую я знаю, уверена в себе. Будет бороться до конца. Она не предоставит этот стол Ниль, тогда как приложила столько усилий этому делу, особенно из-за эмоционального кризиса. Прошу прощения, Хазан Ханун. Слушаю. Прислали из администрации. Благодарю. Как раз вовремя. А что это? Какое сегодня число, Хазан? В связи с тем, что вы просрочили оплату арендной платы и членского взноса в декабре... Замечательно. Отлично. И ты, говоря как раз вовремя, думаешь, что исключительно из-за этих взносов и арендной платы я сдамся этой девушке? Ты сдаешься не если ты придешь, а если ты не придешь. И ты это прекрасно знаешь. Даже... Противный. Противный. Значит, ты любишь гостей, госпожа тиран, а? Ммм. Тогда получи гостью. Эй, соседка! 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 Доброго дня, госпожа. Прошу. Я недавно переехала сюда, я ваша новая соседка. Неужели? Куда вы переехали? В тот розовый дом, который за вашим. А, вы переехали в розовый дом? Да. Замечательно, этот дом мне очень нравится. Ай, здесь так тихо, спокойно. Я захотела познакомиться с соседями. Вы очень хорошо сделали. Вы свободны? Да, 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 я свободна. Ко мне часто приходят в гости, и потом я обожаю соседей. Как вы хорошо сделали, прошу вас, походите. До встречи. Добро пожаловать. Спасибо. Прошу, проходите, проходите сюда. Для начала возьмите это. Большое спасибо, не стоило утруждаться. Не хотела приходить с пустыми руками. А, вы очень любезны. Какой красивый дом. Спасибо. Как же все со вкусом. А я как раз заварила чай, сейчас принесу. Если вас не затруднит. Пожалуйста, никакого труда. Давайте познакомимся для начала, если хотите. Я Шукрие. Зелиха, приятно познакомиться. А, и мне очень приятно. У меня есть одна дальняя родственница с Алиха. Вы так на нее похожи? Ваша фамилия, случайно, не Илмас? Нет-нет, Ханджи. А, говорят, что люди похожи друг на друга. Вы очень похожи. Зелиха Ханджи. Приятно познакомиться. И мне очень приятно. Действительно. Я так рада. Поставлю сюда. Давайте сделаем так. Откроем. Я с этим справлюсь. Хорошо. Сейчас. Сделаем вот так. Здоровья вашим рукам. Спасибо. Выглядит великолепно. Надеюсь, вам понравится. Очень великолепно. Ай-ай-ай. Как хорошо. Да. Пожалуйста. Здесь очень тихие места. Вроде Стамбул, но их тоже время нет. Здорово отличается, не так ли? Да, так-так. Если бы здесь не было соседей, не было бы с кем обмолвиться парой слов. А, соседи – это очень важно, естественно. Да, да. Кажется, вы не часто выходите из дома. Нет, я всегда дома. Есть кто-то больной в доме? Нет, я… А что это? Это ребенок. Наверху есть ребенок. А-а-а, вы присматриваете за внуком. Это… Вы пейте свой чай, я проверю. Ребенка и приду, дорогая Шикриеха. Конечно, конечно. Противное создание. Что ты делаешь, маленькая букашка? Разве я не говорила тебе не издавать ни звука? Что ты уронила? Какой рукой уронила? Какой? Быстро собери. Не смотри так. Ты знаешь, что тебя ждет. Быстро собери. Проклятье. И больше не издашь ни звука. Ни звука. Слышала меня? Ты меня слышала? Проклятье. Еще раз покричи на этого ребенка. И я тебе покажу звук. Проклятье. Противная женщина. Простите, ребенок. Что поделаешь? Шумит. Конечно, конечно. Бывает такое в домах, где есть дети. Ну и вы. Не слишком ли вы кричали? Ведь я даже не слышала голоса ребенка. Она проглотила язык, поэтому и не сдала звука. О боже, что значит проглотила язык? Видимо, это просто к слову. Нет, дорогая Шукриоханум. В свое время я много водила ее по врачам. Сказали, что у нее нарушение речи. А потом и вовсе замкнулась. Совсем не говорит. И хорошо, что не говорит. Вы похожи на строгую бабушку. Разве ее отец и мать не слышат ваших криков? То есть они не злятся на вас? Не злятся? Нет, дорогая. Что они скажут? У нее ни отца, ни матери. К сожалению, ребенок остался на мне. А, трудно. Трудно, конечно, я вас понимаю. Очень трудно заботиться о ребенке без матери. У нее нет ни отца, ни матери. Мать имеется. А что толку? Что толку? А отец? Отец умер? Дорогая Шукриоханум, я уже сыта по горло. Я не хочу говорить ни об отце, ни о матери. А, я вас понимаю. Понимаю. Действительно, в этом возрасте очень трудно заботиться о детях. Понимаю. А вы довольно дисциплинированная бабушка. Или вы учитель на пенсии? Нет, дорогая. Я была нянечка в детском приюте. Ну, как я догадалась. Почти угадала. Вот поэтому я так хорошо понимаю язык этих непослушных детей. А, ваша дочь, должно быть, поняла это. Раз оставила ребенка и ушла. А, это ваша дочь. Она приезжает сюда? Она слишком много работает? Дорогая Шукриоханум, а вы оказались очень любопытны. Да нет. Я лишь поддерживаю разговор. Мне-то какое дело? Вы меня простите, но ребенку уже пора спать. Мы увидимся позже, хорошо? Конечно, конечно. Так и сделаем. В доме, где есть дети, это простительно. Я тогда пойду. Я дам ваш контейнер для кекса. С вашего позволения. Ай! Ай! Я обожглась! Как же так случилось? Я обожглась! Ну, что за несчастный случай, у Божа? Приложите лед. Он уменьшит боль. А контейнер пусть у вас останется. Простите, я отняла у вас слишком много времени. Дорогая Шукриоханум, я вас жду еще в гости, ладно? Конечно, конечно. Приду. Надеюсь, вы тоже придете. Конечно, конечно. Доброго вам дня. Доброго дня. Я обожглась. Обожглась. Чтоб горели твои руки синим пламенем. Почувствуй боль этого ребенка на собственной шкуре. Беспощадно. Ахмед, Ахмед, сейчас же, сейчас же, едем в приют к Адифе. Сейчас же, садись в машину. Ахмед, Ахмед, Ахмед. Чтобы показать свои добрые намерения, я не привела с собой адвокат. Есть необходимость звать его? Если ты не усложнишь, то и мы не будем. Отлично. Тогда можем начинать. Простите, нам не хватает еще одного партнера. Где Хазан? Хазан здесь. Та Хазан, которую я знаю, уверена в себе. Она не предоставит этот стол Ниль. Тогда как приложила столько усилий этому делу, особенно из-за эмоционального кризиса. Теперь можем начинать. Я сейчас умру от волнения, Хазан. Я не могу поверить, что наконец-то этот день наступил. Когда все время думаешь, мальчик это или девочка, время как будто стоит на месте. Хорошо. Да, сестра тоже приедет. И мама, конечно же. Хорошо. Мы встретимся с тобой в больнице. Значит, сегодня вы узнаете полребенка? Дай угадаю. Ты точно хочешь мальчика? Какая разница, Селин? Я лишь хочу, чтобы он был здоров. Конечно, дорогая, конечно, все так говорят. Но ты хочешь, чтобы это был мальчик. Продолжил род моего отца и прибавил силы твоей власти. Вы что, династия? А я, родив мальчика, стану султаншей? Брось выпендриваться. Ты совсем неубедительна. Послушай, я не знаю, что у тебя на уме, но успокойся. Пока дело дойдет до моего ребенка, у твоего отца есть еще трое сыновей. Да, и все они сыновья моего отца. Что ты хочешь сказать? Тебе нужно объяснять? Похоже, я прервала вашу беседу. У меня волосы встают дыбом, когда я вижу ее. Забудь. Надеюсь, ты пришла не за деньгами? Нет. Я нашла деньги и заплатила долг Есина. А? И кто этот доброжелатель? Я хочу познакомиться с тем, кто тебе запросто дал 500 тысяч. Кто это? Эджиаханум. Что вы делаете? Она подслушивает нас. Что ты делаешь? Что-то случилось? Ты что, совсем? Я только что попалась. Эджиаханум. Мы подслушивали. Ты что, издеваешься надо мной? Ты так громко говорила, что подставила меня. Да что вы, Эджиаханум. Разве твоя сестра Кереми сделает такое? Тоже странная. Ты погоди, погоди. И твоя сестра, и ты, и твоя мать, вы еще натерпитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Прошу, добро пожаловать. Рада видеть. Спасибо. Я принесла это нашим детям. Большое спасибо. Благодаря таким щедрым людям, как вы, наши дети становятся счастливыми. Не за что, не за что, моя красавица. Дай Бог, чтобы наши дети смеялись. Храни их, Бог. Я принесла их, чтобы дети игрались. Я хочу тебе кое-что сказать. Иди-ка сюда. У меня есть родственница. И она в плохом состоянии. В прошлом она работала здесь, а сейчас даже и меня не помнит. У нее слабоумие. Ой-ой, кто это, интересно? Зилиха Ханжи. Зилиха Ханжи? Должно быть, очень давно работала. Секунду, я сейчас поищу в системе. Если тебя не затруднит, моя красавица. Да, смотрите. Она работала у нас с няней с 1985 по 2003 год. Верно, верно. Чем я могу помочь в связи с Зилихой Хану? Значит так, моя дорогая. Эта Зилиха Ханжа, моя дальняя родственница. Совсем ничего не помнит, как я уже говорила. Она даже меня не помнит. Но помнит только это место. Видимо, она очень любила это место. Уж не знаю, что тут такого. Врач сказал, что ей пойдет на пользу постоянно напоминать о событиях из ее жизни. Вот я думаю, может быть, здесь кто-то что-то может напомнить ей о прошлом. Пусть мне расскажут, чтобы я пошла и сказала несчастной Зилихе. Я поняла. Если кто-то и помнит 1985 год, то это Айтен Ханум. Я отведу вас к ней. Прошу. Айтен Ханум здесь? Да-да, идемте. Хорошо. Так как мы уже партнеры, я хочу вам откровенно рассказать. Я очень долгое время получала психологическую помощь. Мой врач сказал, что у меня было нарциссическое расстройство личности. Вот так вот. Ладно. А включает ли этот пакет расстройства личности клевету и покушение на убийство? Все включено, Хазан. Но все это осталось в прошлом. Мое лечение завершено. И если я сегодня сижу за этим столом, то могу сказать, что это финал моего лечения. Мой врач сказал, что мне нужно встретиться с Синаном и выяснить отношения. И со всеми, кого я обидела в тот период. И первым делом с тобой, Хазан. Передай привет своему врачу. Не стоило. Именно в этот момент я услышала о вашем скандале в номере отеля. Я очень расстроилась. Действительно, мне как женщине очень жаль тебя, Хазан. Увидела, что вам нужна помощь. И решила, что вот он выход для всех нас, для того, чтобы стереть прошлое. Выход, который нам пригодится. После номера в отеле... Назло это делаешь. Хазан, спокойно. Вы что, не видите, что она делает? Она сидит здесь тихо, ведет себя спокойно и из-под тяжка пытается спровоцировать меня. Хазан, может, сделаешь перерыв? Мне не нужен перерыв. Я уважаю и твою болезнь, и твое лечение. Ты говоришь, что вылечилась, но я не доверяю тебе. Я прекрасно вижу, что ты пытаешься сделать. Но я этого тебе не позволю. Хазан, я понимаю тебя. Я больше, чем ты, злюсь на себя, когда думаю о прошлом. Но я пришла сюда не ради реванша. Не важно, для чего ты пришла. Меня это не интересует. Я не повернусь к тебе спиной. Мы не такие. Вбей это в свою больную голову. А теперь можешь продолжать. Ясимин. Я не хочу больше жить в этих трущобах. Супер, ну, наконец-то прислушалась к моим словам. Хорошо, я немедленно начинаю потихоньку обрабатывать твоего отца. Нет, не так. Хорошо. Ты хочешь иметь рядом с собой союзника, но я не могу поселиться здесь с мужем. Даже если мой отец примет это. Я не смогу. Что, если я поговорю с братом, и ты меня поддержишь? То есть, когда вы поженились, мой отец купил вам в подарок виллу в Бебеке. Что, если я уговорю брата, вы выселите арендаторов и отдадите ее нам? А? Почему это не пришло мне на ум? Супер идея. Ты изобретательница моего дьявола. Браво. Хорошо, так и сделаем. Мы выставим арендаторов за дверь, а ты со своим муженьком поселитесь в нашем доме. Ну как? Ты не можешь сказать, что не доверяешь своему мужу? Ты злишь меня. У тебя не хватает смелости видеть этих двоих под одной крышей, не так ли? Причем с ребенком в утробе. Какая жалость. Давай не будем называть это смелостью, а назовем проблемой жилой. Моя заловка с чувствительным желудком. С чувствительным желудком. Что такое? Тебя не тошнит от бывшего от твоей мачехи, а от виллы тошнит. И зачем я пришла говорить с тобой? Послушай меня. Если их влечет друг к другу, то пусть хоть они будут в разных концах земли, ты не сможешь им помешать. Проклятье. Эта чертовка нас подслушала. Проклятье. Интересно, что она услышала. Керри Механум. Можно вас? Слушаю. Эта женщина только что подслушивала нас. Это мы говорили о личном. Вы видели, как долго она подслушивала? Я вмешалась сразу же, как только поняла, что она вас подслушивает. Не волнуйтесь. Я не позволила ей что-либо услышать. Большое спасибо. Никого не осталось из наших времен. Все вышли на пенсию и вернулись в свои села. Только я одна осталась. О, ты спроси, я расскажу. У меня столько воспоминаний. Да, не так ли, госпожа, не так ли? Раньше здесь было полно народу, не так ли? Да, но я спросила у вас одно, а вы мне тут другое рассказываете. Зелиха Ханджо. Вспомнили? Как не вспомнить? Жестокая Зелиха. Вот именно. Вот о ней я и спрашиваю. Была одна бедняжка. Ее прогнали отсюда из-за нее. Совсем молоденькая. Еще ребенок. Пойми же, она ходила по злачным местам. А это ее покрывало. Когда девочке исполнилось 17, ее выпустили из приюта. А Зелиху выгнали? А как звали девочку? Джемиле. Не она. Это твоя Зелиха отправила Джемиле в разные места и получала за это деньги. Девочку, совсем еще ребенка, она сделала моделью для рекламы нижнего белья. Модель для рекламы белья? О, еще столько всего. Опиши-ка мне эту Джемиле. Какая? Какая она была? Ну такая, с ногами, как у Аиста с бледной кожей, черными бровями. У нее были глаза, похожие на бусины, как бусины от сглаза. Интересно, что стало с этой Джемиле? Была здесь одна Фатмаханум. Ушла на пенсию в прошлом году. Она сплетничала о ней. Она стала невесткой в одной очень богатой семье. Сменила имя. Я видела ее фотографию в газете. Я никогда не забуду эти глаза. То есть, эта Джемиле влилась в светское общество, как ты поняла. Хорошо. Хотя, я не думаю, что она будет счастлива отныне. Продолжай так думать. Смотри, вот я тебе покажу. Женщина на этих фотографиях. Ага. Вот она, Джемиле. Если честно, то то, что ты сказала, мне очень пригодится. Ну все, с твоего разрешения. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Вай, как же ты попала в мои руки. Джемиле. Пятьсот тысяч лир. Как у Исина может быть столько долгов? А если он в беде? Ладно, в конце концов, мы ведь не такие враги. Наверное, не страшно, если я спрошу. Сколько раз мы говорили тебе, привози ее к нам. Ну что это такое? Что это? Ты и правда уничтожил мотор. К добру ли? Что случилось? Здравствуй, Огус. Если Ясин рядом с тобой, то не подавай виду, что разговариваешь со мной. Говори. Я кое-что услышала про Ясина и забеспокоилась. Решила позвонить тебе. У него был какой-то сумасшедший долг. Что за долг? Я не в курсе. Какая сумма? Пятьсот. Пятьсот лир? Он получает зарплату и вернет, как только получит. Ты поэтому звонила, что ли? Нет, не так. Пятьсот тысяч. Сколько тысяч? Что случилось? Погоди, не паникуй сразу. Его жена оплатила, пойми же. Ладно, забудь. Я действительно сглупила. Забеспокоилась, позвонила. Слушай, не говори ей силы ничего, ни в коем случае. И забудь, что я тебе звонила. Идиотка. Зачем звонила? Зачем? Что случилось? О чем ты говорил по телефону шепотом? Это какие-то сердечные дела? Да, нет, знакомый. Что случилось, брат? Плохие новости? Ему нужны деньги. Попросил в долг. А-а-а. Да ладно, обижаешь, брат. Мы тоже поможем, чем сможем. Нет, брат, спасибо. Он сам решит. Ну ладно, пойду гляну, что там. Я звоню по поводу Эгемен Косметикс. Я теперь один из крупных партнеров. У меня к тебе маленькая просьба. Партнер говорит. Мы со всеми переговорили. Никто не хочет связываться с нами. Пусть попытается. Хорошо, слушай, я понимаю. Я в курсе происходящего, но... То есть ты ведь тоже знаешь, что даже самый громкий скандал длится недолго? Угу. Послушай, ну хорошо. Хазан. Синан. Тогда в конце дня. Давай. Вспомним волшебное слово, которое мы все знаем. Не бывает хорошей или плохой рекламы. Так же? Ладно, ты хорошо справляешься, я понимаю. Я не принимаю поздравлений, потому что хорошо справляюсь, Синан. Хазан. Послушай, не забывай. Мы такие, хорошо? Хорошо. Увидимся. Удачи всем нам, они согласились. Согласились? Отлично. То есть для компании, для всех. Хорошо, да. Очень даже. Более того, все даже слишком быстро получилось. Поздравляю. Назовем это прибылью короткого дня. Мы еще и много чего сделаем. Мне сейчас нужно идти, я тороплюсь. Мне нужно успеть кое-куда. Увидимся позже. Поразительно. Увидимся. Поразительно. 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 Алло. Наргиз, дорогая, большое тебе спасибо. Я обязательно отблагодарю тебя за твою услугу. Счастливо. Выходит, то, чего мы не смогли добиться при личной встрече, чего не смогла добиться ваша фамилия, добилась эта Ниль, просто болтая по телефону, так что ли? Хазан, хорошо, эта тема работы уже надоела. Давай я свожу тебя на обед. Я сыта по горло, Синан. Я сегодня здорово съела, наелась. И потом у меня встреча с сестрой. Всем приятного аппетита. Тебе будет трудно. Пожалуйста, сделай всем нам одолжение. Будь бдительным в отношении Ниль. Идиотка. Идиотка. Зачем ты звонишь? Ну зачем? Эджи? Твоя гостья ушла? Разве ты не слышала, подслушивая под дверью? Я не подслушивала. Это глупости Кереме. Она неправильно меня поняла. Как не стыдно. А я пришла рассказать тебе то, что ты не расслышала. Есимин, не напрашивайся. Честно, я не напрашиваюсь, но кажется, твоя падчерица напрашивается. Что ты говоришь? Держись, милая. Потому что твоя падчерица вместе с мужем переезжают сюда. О! Вот это взгляд! Прямо для фотографии. Ты выдумываешь. Ты выдумываешь, и сейчас сморозила глупость. Ни Хазым, ни я не позволим этого. Увидим. По-моему, тебе все равно стоит подготовиться. Я сама выйду. Я сама. Это невозможно. Это бред. Полный бред. Подруга Бенас, знала бы ты, как мне помог этот Ахмед. Как он мне помог. Проси у меня, что хочешь. Подруга, почему ты плачешь? Что случилось? А кому плакать, если не мне? Неужели с Севдой что-то случилось? Красавица моя, доверенная мне братом. Она лишилась крыши над головой. Как это? Приятного аппетита. То, что ты здесь, я узнал у твоего ассистента. Я был поблизости и... Тоже проголодался. Мне то же самое, пожалуйста. Что случилось? Сочувствую. Ягаз, послушай, если ты снова пришел что-то выведать, я всего лишь спросил, что с твоей рукой. А есть что-то, что я должен выведать? Брат, мне действительно очень надоело, что ты преследуешь меня повсюду. Поверь, а мне надоело копаться в людях, которые, как я знаю, что-то скрывают. Я-то ничего не скрываю. Ты что-то скрываешь. Но я не тороплюсь. То, что ты называешь секретом, противоречит течению жизни, не так ли? Ну, то есть, рано или поздно это проявится. Такова природа вещей. Все ясно. Я попрошу счет. Нет-нет, не нужно убегать. Я не буду докучать себе, не волнуйся. Просто знай, то, что ты скрываешь, меня не удивит. Абсолютно. Ты действительно пришел сюда, чтобы сказать это? На самом деле, я пришел сюда, чтобы спросить кое-что. Управляющая на вилле. Керемеха, ну. Ты пришел, узнай, доволен ли я прислугой? Яга, с тобой точно все в порядке? Послушай, ты живешь на вилле, и эта женщина у тебя на глазах. Есть ли в ней что-то, что привлекло твое внимание? Редактор субтитров А.Семкин